Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня мы, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша недельная глава называется глава Насо. Насо, опять же, идет речь о подсчете, в данном случае уже представитель колена Леви, когда в прошлой главе мы подсчитывали, в общем-то проводили перепис нацеление всего еврейского народа. Но наша глава – самая длинная глава в Торе. Это не значит, что вы должны будете испугать, вы не должны прийти в синагогу, приходите в синагогу и слушайте недельную главу Тора каждый шаббас. В нашей недельной главе 176 предложений. Интересный факт, не знаю, что это значит, это для всяких каббалистов, подсчетчиков, кодов и так далее, но в самой длинной главе Торы, как и в самом длинном псалме, такое же количество предложений, как и листов в самом длинном разделе Талмуда. Что это значит? Опять же, не будем ходить в дебри подсознания и каббалы, для этого есть много других специалистов. Но давайте поймем, почему же наша глава такая длинная. Для того, что в нашей главе, в общем-то, под конец уже главы, а сама глава не очень уже сюжетная, под конец главы она становится еще менее сюжетной. Говорится о том, как главы 12 колен Израиля приносили специальную благодарственную жертву для освящения храма, как называется, жертва принцев, жертва глав колен. Ну и, естественно, логично было бы, чтобы Тора написал, что каждый из глав колен, которых мы уже знаем, они упоминали с предыдущей главы, принесли такую-то жертву. Все приносили одинаково, но не тут-то было. Говорится, переписывается каждый глава колен, и каждому переписывается, какое жертвоприношение они приносили, подношение они приносили храма. Оно было абсолютно одинаково, и 12 раз, да, надо бы сказать, 12 раз в Торе упоминается один и тот же абзац количество, форма, содержание, подношение каждого из глав колен. То есть 12 одинаковых абзацев, только с изменением имени подносящего мы читаем под конец нашей недельной главы, что и в конце концов и делает эту главу такой длиннющей. Но основное объяснение, которое мы знаем, приводит основной комментатор Торы Раши, почему Тора, которая обычно так скупа на стола, на слова приводит такое повторение, аж 12 раз, заключается в том, Раши говорит о том, что это своего рода был рецепт, рецепт подношения, но именно каждый из глав колен, он вкладывал что-то особенное для него, колено. То есть своего рода вкладывал свой собственный вкус, свой собственный колорит, свою собственную креативность. Но вот именно вопрос креативности здесь очень проблематичен. Ведь подношения были абсолютно одинаковые. Но мы знаем, что каждый колено отличалось друг от друга, и каждому принести что-то самое важное. И это, в общем-то, поднимает вопрос, который очень часто я слышу, своего рода обвинения в сторону иудаизма, то, что иудаизм полностью перечеркивает всю креативность. У нас есть формальность ритуалов, формальность церемоний, какая-то формальность заповеди, все должны ходить под чертой, но никакой свободы мысли, никакой свободы креатива, а чистый сплошной конформизм. Но на самом деле, дамы и господа, что такое креативность? Креативность – это совершенно не то, что мы зачастую считаем каким-то необузданным полетом сознания или самовыражения. Нет. Если даже обратиться к изобразительному искусству, то великие мастера – это не те, которые абсолютно необузданно занимались самовыражением в разных его правилах. Нет. Дамы и господа, великие мастера – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Дюрер, Банайк, они работали на заказ, у них был заказчик, и они были профессионалами. Их величие именно заключалось в том, что в рамках того заказа, которого они получали, их талант позволял им самовыражаться в этих рамках. То есть креативность в формальных рамках, данных для их самовыражения. В общем-то, то же самое мы видим, если вернуться к вопросам кулинарии. Есть такое направление, кулинария называется фьюжн. Фьюжн – это смешение стиля, смешение кухон, смешение, так сказать, кулинарных традиций различных культур, но также существует такое понятие, как фьюжн-конфьюжн, абсолютно неуместное смешение. Смешение не любых двух разных ингредиентов в пище приводит к тому, что возникает какое-то суперновое блюдо. Иногда это может привести просто, извините, к поносу. То же самое с выполнением заповедей. Каждый из глав колен приносил свое подношение в тех рамках, которые были установлены, а не умели выразить себя самого. Всевышний нам всем дал одни и те же заповеди. При этом мы абсолютно разные люди, абсолютно разные евреи. У каждого из нас свой характер. И наша креативность, то, что хочет от нас Всевышний, Он хочет нашей креативности, чтобы каждый из нас вложил свой флэйвор, свой вкус, свой колорит в свое выполнение заповеди. В иудовизме нет того, что Равин, как это часто я слышу, он ближе к Богу, поэтому должен за вас помолиться или там что-то за вас делать. Нет, каждый из нас, каждому из нас даны 613 заповедей. Каждый из нас стоял на горе Синаи. И это событие мы будем отмечать на следующей неделе в праздник Шавлот. Креативность заключается в том, что уметь выразить себя в тех заповедях, в тех рамках, которые дал нам Всевышний. Дамы и господа, будьте креативными. Создавайте, стройте свою дорогу в Торе, свою дорогу ко Всевышнему. До встречи. Увидимся на горе Синаи. Пока.